День воскресный, день чудесный. Патриаршие пруды. Да, друзья, сегодня у нас с вами будет горячий выпуск с патриков. И начать я его хочу с поста в телеграм-канале. Классный инструмент, я вам скажу, где я сделал наблюдение, что, друзья, а не снять ли нам выпуск с патриков? И люди накинулись поначалу, мол, зачем? Патрики это дорогие тачки, это мажоры, непонятного рода люди, показушники. И те самые выпуски, сколько вы зарабатываете, а я зарабатываю 15 миллионов за 10 минут, ничего не делая. И все, что связано с этим. И я подумал, о, время-то пришло. С чем у людей сегодня ассоциируются патриаршие пруды? Что для вас такое патрики? Патрики это люди, в первую очередь. Посмотрите, какие здесь ухоженные люди, как нигде больше в Москве. Просто вот здесь какое-то невероятное место. Для меня это маленькая Европа. Посмотрите, какие уютные кафешки. Просто ты заходишь, садишься, где еще такие верандочки классные? Только в Париже где-нибудь можно вместе. Сегодня у меня дни рождения, да, без ассоциаций, просто небольшое гастрономическое удовольствие. Прогуляться именно вкусно, красиво, уютно. Мне нравится, да, красиво одетые люди. Прививаем, вот у нас старшая дочка, прививаем ей вкус, ориентир. Но на самом деле это ведь далеко не так. И сегодня я хочу вам развеять, а точнее даже напомнить, с чего начались патриаршие пруды. Вот с чем они ассоциируются? Можете какие-то слова назвать? Мастер, прудею. О, подобное. Одно из самых дорогих мест для проживания. Всю жизнь было, и мало кто себе мог это позволить. И это всегда было определенным статусом для человека, который здесь находится. С пафосом. А если поговорить не про пафос, а про историю, с чем у вас ассоциируются патрики с исторической точки зрения? Ой, мне почему-то вспоминается 15-16 век, когда тут была помойка. Боу каков? Наталья Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, что в реалии такое патриаршие пруды? У нас сегодня будет большой выпуск, сегодня будет много деталей, исторические зарисовочки. Поймаю сейчас разбойников, вот это вот сейчас они не точно сделают контент. Вы приходите на патрики, я так понимаю, делать бабосики. Да. Вообще, на чем здесь можно построить бизнес, вот молодым ребятам, на чем можно заработать? Таким образом, ролик будет максимально насыщен по информации и интересен. Вам приятного просмотра, а начнем мы с истории. Малая Бронная 32. Это доходный дом Вишнякова, который был построен в 1912 году. Если мы посмотрим на карту вокруг этого пруда, все, что здесь нас встречает, это именно доходные дома. И с этого именно стоит начать. Вот ровно так, ребята, в 1910, 12, 16 году шла вот эта застройка. У каждого дома есть свой владелец, именитый человек. Это богатые люди по тем временам. И вот, например, в этом доме, что интересно, проживала семья, которой в гости приходил кто? Михаил Афанасьевич Булгаков. С одной из своих тогда еще жен. И где они разыгрывали одну интересную сценочку. Поговаривают вообще, если отталкиваться от истории, что Михаил Афанасьевич был тот еще шутник. И как-то он предложил поиграть в столики. Что такое столики? Это, простыми словами, доска Уиджи, доска дьявола, спиритический сеанс. На основании которого и был тогда написан один из его коротких рассказов. Так и назывался спиритический сеанс. И все это, ребята, происходило вот в этом доме. Как вам такое? Если вы любите мистику, которая кончается максимально реально, то я вам рекомендую настоятельно почитать данный фильетон. Кратенько. Компания друзей вызывала духов для того, чтобы узнать, как долго большевики продержатся у власти. А в конце раздался громкий стук. И они не могли понять, чей же дух стоит за дверью. А за дверью оказались представители чрезвычайной комиссии. Сегодня этот орган называется ФСБ. Архитектором этого дома является Кондратенко. И этот дом считается одной из выдающихся его работ. Этот дом также фигурировал и в других рассказах Булгакова. Вот в этом выпуске я вам постараюсь накидать больше интересных фактов, для того, чтобы когда вы приедете сюда прогуляться, у вас уже были совсем другие ассоциации про патриаршие пруды. Если мы будем проходить чуть-чуть дальше, здесь тоже есть очень интересный знаковый элемент. Вот дом номер 32, у него есть вход. И напротив этого входа нас встречают вон те две лавочки. Ранее на этом месте начинался мастер и Маргарита, на который присаживается дьявол, он же Воланд. Вот посмотрите, какие интересные совпадения. Для этого выпуска я несколько раз приезжал на патриарша пруды снимать так называемые перебивки. И вот интересный момент. В день съемки мы подходим к лавочке, чтобы спросить несколько вопросов у людей. Понял, хорошо, спасибо. А вы не подскажете нам, у вас что получается? Красиво. Красиво? Еще что-то есть? Я приезжу. Преже. А вы знаете то, что вы сидите на лавочке Воланда? Из рассказа мастера Маргариты. Вот сзади вас дом 32, и сюда по роману мастера Маргариты сел Воланд. Здесь начиналась история. Не знали об этом? Вот видите, как вы удачно сели. На самом деле будете знать. И вот этот интересный мужчина, который представился как приезжий, попадал на кадры несколько раз до того, как мы сняли основной выпуск. Что это? Совпадение? Или какая-то загадка? На сегодняшний день нету здесь ни одного памятника, который посвящен Михаилу Афанасьевичу Булгакову, хотя для многих патриаршие пруды ассоциируются именно с ним. Что для вас, Патрики? Вот с чем они ассоциируются? Можете какие-то слова назвать? Красивые. О, ничего себе так. У вас желание было бы переехать в один из домиков на постоянное проживание? Нет, конечно. Или лучше в гости заехал, погулял домой? Ну, за городом будет что-то. Конечно. Приехал, насыщился атмосферой? Да, приехать, гостей привезти. Да, я сюда вожу гостей. На людей себя показал. Куда движемся в стране нашей, тоже видно здесь количество блогеров. Вот если бы вас спросили, что такое Патрики, как бы вы их описали? Булгаков. Дом-музей Булгакова. Он вообще-то история. В первую очередь. Конечно. И все, наверное, сюда и тянутся из-за этого. Одно из самых дорогих мест для проживания. Всю жизнь было, и мало кто себе мог это позволить. И это всегда было определенным статусом для человека, который здесь находится. А сколько сегодня стоит проживать на Патриарших прудах? Как же не затронуть эту горячую и любопытную тему? Я открываю вам карту объявлений. И мы посмотрим с вами буквально несколько объектов. В силу того, что цены нас здесь шокируют. Ребята, все, что вы сейчас увидите, типа от 15 миллионов, от 14 миллионов. Это, мягко говоря, не совсем правда. Но давайте посмотрим квартиру в том самом легендарном доме, с которого мы начали. 110 квадратов. Трехкомнатная квартира. Обжитая. Со своеобразным, естественно, ремонтом. Стоит 99 миллионов рублей. Цена идет на понижение. Ух-ух-ух. Ух-ух-ух. Смотрим дальше. Давайте для контраста сразу откроем в доме через дорогу двушечку. 63 квадратных метра по цене 52 миллиона 683 тысячи 840 рублей. Вот такая двушечка с интересной планировкой. Заезжай, заноси мебель и живи. Ну и, конечно, я бы назвал этот объект следующей квартиры в самом центре Патриков. Это 151 квадратный метр. Трехкомнатная квартира. Вот так вот будет сделана планировка. Но, друзья, квартира здесь без отделки. То есть все подготовлено для того, чтобы вы вложили еще пару десятков миллионов рублей. 180 миллионов и под вашими окнами та самая центральная улица, по которой и днем и ночью ходят люди, ездят автомобили с бешеным выхлопом. Ну, до этого мы еще дойдем. Сейчас мы с вами немножко прервемся, а дальше я вам покажу еще кое-что интересное. Кстати, вы слышали новость, что в настоящее время российские компании все чаще стали ощущать кадровый голод. Это происходит повсеместно во всех отраслях экономики. И сектор бухгалтерских услуг не стал исключением. И вот сейчас особенно важно иметь под рукой высококвалифицированного специалиста, готового оперативно и профессионально реагировать на грядущие изменения в налоговом законодательстве. Я думаю, все вы слышали, что Министерство финансов предлагает изменения не только в НДФЛ, а также будут изменения в расчете НДС и налога на прибыль. И вы должны прекрасно понимать, что все эти нововведения, они действительно очень серьезные. И вот чтобы вам не потеряться в этом информационном потоке и спокойно пережить период перемен, я вам всем рекомендую обратиться в Мака. Потому что команда первого в России бухгалтерского конвейера Мака очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства и всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов. В Мака функционирует целый департамент, специализирующийся на налоговых консультациях, где профессионалы держат постоянно руку на пульсе и готовы к реагированию в самые кратчайшие сроки. Товарищи предприниматели, услышите наконец, без больничных, без декретов, без сюрпризов, когда ваш бухгалтер не вышел на работу, без отпусков. На вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов, как тот самый конвейер на беспрерывном производстве. Мака поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата, заменит с собой всю бухгалтерию или возьмет на себе определенный участок работы, например, кадровое делопроизводство и расчет заработной платы. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволит вам сосредоточиться на основных бизнес-процессах. И вот все это вышеозвученное вы получаете всего за 2000 рублей в месяц. 2000 рублей! И на вас работает не один бухгалтер-универсал, а 6 специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Подключайтесь к Мака прямо сейчас по ссылочке в описании. Теперь первый месяц обслуживания абсолютно бесплатно. Ермолаевский переулок, дом 9. Один из красивейших домов по этой улице, куда люди приходят фотографироваться. Ну, потому что здесь, посмотрите, свой шарм. Можно сделать красивый кадр. Местечко такое, что здесь постоянно идут съемки, фотосессии и прочее, прочее. Поэтому нам даже приходится постоять в очереди. Но что это за дом? А это дом генеральский, который начали строить в 1939 году. Закончили его строительство в послевоенные годы. И в этом доме всего 6 квартир, каждая из которых не менее 200 квадратных метров. Кому давали здесь квартиры? Дайте попробовать угадать. Ну, конечно же, генералам, актерам, деятелям театра и искусства, архитекторам. И на основании этого у каждого из них были роскошные, ну, если хотите, апартаменты. Но также этот дом еще отмечается в истории тем, что это дом со львами. Вот здесь на въезде во двор расположены две шикарные фигуры львов, которые у многих людей вызывают внимание. Но если постоять здесь, вот этот домик, на балконе которого расположены кашпо с цветами, в этом плане действительно есть какая-то своя изюминка. У многих этот дом ассоциируете, знаете, с чем? С какой-то Англией, Нью-Йорком. Это жилой дом, где сейчас проживает, ну, вот, семья. Зайти в него, конечно, мы не сможем, но сам смысл, представьте, живешь ты, а у тебя постоянно возле дома кто-то фоткается, даже свадьбы здесь играют, фотографируются. Ну, вот как выглядит дворик этого дома, давайте я вам покажу. Чувствуете атмосферу, меняемся, то есть каждый дом, я подчеркиваю, он с историей. Но мы заходим, вот, подожди, туда, вон туда. В этом-то весь и прикол, что, знаете, изначально ты идешь, что вроде бы как-то не можешь попасть во двор. Ой, закрыто тут, закрыто там. Пять метров проходим вперед, и мы попадаем сюда. Здесь изначально по левой стороне идет вход в ресторан, уютненький какой-то ресторан, если не ошибаюсь, грузинская кухня. Но нас это не интересует, нас интересует то, что расположено здесь во дворе, и как это все дело выглядит. Вот такая картина. Понятное дело, фасадные дома, они смотрят на город, а это во двор. Но это такое ощущение, как будто мы приехали на экскурсию куда-то в Питер, по дворикам Питера. Парковочка автомобилей, и все. При этом, подчеркиваю, это здесь на первом этаже ресторан, на втором этаже у вас может быть жилое помещение, она же квартира. Другие дома некоторые исторически видно, что за ними никто не ухаживает, никто не смотрит. Вон идет просто-напросто плесень, некоторые кондиционеры явно сломались уже давным-давно и брошены, вот эти дворики заброшены. Никто этим никак не занимается, при том, что вот это все дело стоит бешеных денег. Вы вдумайтесь, мы находимся на Патриарших прудах. Каждый метр земли здесь стоит огромнейших денег. Вот это просто раздели на кусочки, начни сдавать в аренду, как машина-место. Ты уже будешь чувствовать себя комфортно. Четыре автомобиля зайдет запросто, но нет. Это вот самая настоящая обратная сторона Патриарших прудов, именно того, что находится во дворе. Мы ходим с вами по центральным улочкам, куда все приезжают, там, где самый магнит. Все гуляют, где кого не спроси, местных, само собой, нет. Ну, проходной двор, улица, туристическая, даже по-другому не назовешь. И вот так вот, когда ты попадаешь куда-то во дворы, тех самых фасадных, красивых, доходных домов, вот что нас здесь встречает. Здесь такое ощущение, как будто можно здесь снимать какую-нибудь сценку из бандитского фильма. У меня сразу ассоциации бандитский Петербург, что-то связанное с бандитами, 90-е. Ну, посмотрите, на самом деле оно может быть так и есть. Это сегодня еще солнечная погода, красиво, зелень. А так вот осенью сюда прийти после дождя, и можно снять какой-нибудь этот депрессивный фильм. Это, к слову, о том, что дорогое жилье вжжешь в исторической части города, выходишь именно к себе во двор, а не на улицу. И вот что у тебя получается. В силу того, что коммерция, уже буквально вот за этой стеной, садовое кольцо, коммерческих помещений полно. Люди приезжают на работу, все дворы заставлены автомобилями, бесконечны вот эти шлагбаумы, контейнеры под мусор. Соответственно, в вечернее время, я уверен, здесь Микки Маусов полным-полно, тусовка крысиная, чересиная тусовка происходит. Ну, и вот история всякая с брошенными самокатами на каждом углу. Ну, обратите внимание, вот этот школьник советский, мне вот интересно, сколько он здесь стоит, и когда в последний раз вообще к нему кто-либо прикасался. Мне присылали люди фотографии, которые были сделаны, если я не ошибаюсь, там 10 лет назад, и он стоит в том же самом положении. Вот поликарбонат относительно свежий, а так в целом все остальное, вот видите, такой брошенный и велосипед. Тут интересно, чей этот велосипед. В интернете, а в частности в телеграме канала, мы даже пошутили. Может быть, человек просто-напросто сидит в местах не столь отдаленных, скоро выйдет, а велик его ждет на его месте. Вот что значит честность и порядочность людей. Но прикручен. Юмор. Разбавим. Самое время сделать следующую зарисовку. Ведь в большинстве своем люди, которые приезжают на Патриарши пруды, приезжают сюда не для того, чтобы походить по вот этим вот советским, если хотите, депрессивным дворикам, как мы сказали выше. А для того, чтобы насладиться атмосферой богатства, красоты, лакшери, есть такое слово. Давайте пообщаемся с людьми. Всем им я задавал один простой вопрос. Что для вас, Патрики? С чем ассоциируется? С красотой. Познакомиться с красивыми девчонками. Рестораны вкусно готовят или так себе? Нормально. Да, достаточно вкусно. Цены как? Что отметите? Высокие, низкие, средние? Понятное дело, чуть завышенное. Время препровождения хорошее, позитивное. Тут настроение просто такое хорошее, доброе. Патрики – это лицо Москвы. Лицо Москвы? Лицо Москвы. Можете как-то прокомментировать, что это значит? Ну, Патрики – это испокон века, с тех времен. Фактурный человек, прямо вот именно, знаете, мне кажется, вы есть образ Патриков. С чем ассоциируются у вас Патрики? Расслабленное состояние, красивые люди, весна. Что скажете тем, вот как бы вы прокомментировали, те, которые вечно всем недовольны? Патрики – это пафос, это гламур, это дети богатых родителей. Вообще, как бы вы это прокомментировали? Что я могу сказать? Если вы чем-то недовольны, поищите первоначально причину в себе. Патрики тут ни при чем. Вы себя шикарно чувствуете? Я себя чувствую великолепно, чего и вам желаю. Для меня это европейский кусочек Москвы. Очень напоминает европейские маленькие улочки, кафешки. Атмосфера, визуальный ряд. Есть пара вкусных мест, где можно покушать. Люди, которые ругают, говорят, вот, патрики, место притяжения богачей, элиты, высокие цены. Как прокомментируете? Так все имеет место быть. И это тоже. Слушайте, Москва-город. Я вообще из-за Катерингуга. Москва-город в больших контрастах. Здесь можно в любом углу найти и эконом-класс, и бизнес. Особенно в центре. Вот что у вас сюда тянет? Почему вы приходите снимать контент именно здесь? Можете потериться? Ухоженные люди, в первую очередь. Посмотрите, какие здесь ухоженные люди. Как нигде больше в Москве. Просто вот здесь какое-то невероятное место. Слушай, а как ты прокомментируешь? Знаешь, некоторые, бывает, относятся к этому с негативом. Вот мы делали публикацию в интернете, говорят так, что патрики – это мажоры, дети богатых родителей. Мой муж коренной москвич, он не любит патрики. Просто ты заходишь, садишься, где еще такие верандочки классные. Только в Париже где-нибудь можно везти. Просто любовь. В патрике это любовь. Здесь очень красиво. Это вдохновение. Прямо вот хочется здесь как-то творить. Ну вот вы что снимаете? Мы снимаем косметологический контент. Сейчас будем приглашать рандомного пациента и будущего пациента, и брать интервью. Вы должны задать два вопроса нам, как типа ведущий, да, мужчина? Значит, первый вопрос о чем, Наташа? Давай просто прямой вопрос, и все у нас будет прямая склейка. Вот, я вам про что и говорю, вот она вся история патриков. Три, два, один. Друзья, всем привет. Сегодня мы снимаем интервью на патриках, и у нас есть один главный вопрос. Здравствуйте, девчонки. Что вы думаете по поводу нашумевшей истории с ботулизмом? Это очень интересный вопрос, потому что сейчас многие пациенты на приеме его задают. Ну, это как-то связано с ботоксом, который мы коним в лицо. Вот это я подошел, спросил. Я, честно говоря, сам приклеил. Но прикол в том, что, видите, что они обыгрывают? Они обыгрывают такую тему, что ботокс и ботулизм. Нашумевшая история с отравлениями, и как показала практика по общению с ним, видимо, некоторые дамы путают ботокс, ботулизм одно и то же. Я себе сделаю укол в губы, и я могу отравиться. Так ли это? Объясните мне, пожалуйста. Вы вообще часто сюда приезжаете, или так, выборочно? Выборочно. Стараемся прогуляться. Наверное, последний год-полтора-два. Ну, как дочка подрослела, да, соответственно. Короче, для вас это позитивные эмоции, прийти прогуляться, получить удовольствие. И вкусно. Вкусно, да? Нет, ну, архитектура интересная, люди разные. Обязательно. Какая-то общая атмосфера все равно здесь присутствует. Не только рестораны, безусловно, конечно. Для того, чтобы погрузиться в атмосферу Патриков, я приезжал сюда несколько раз. Приезжал один, приезжал с женой, приезжал с семьей. Я думаю, ну, надо же передать вам полностью атмосферу. И многих людей, на самом деле, очень сильно волновал вопрос. Как там цены? А что там в ресторанах? Да здесь знаешь, какие цены? Да ты здесь офигеешь. На самом деле, ответ и да, и нет. Зайти выпить кофе здесь стоит относительно недорого других тех же самых сетевых кофеен. Но вы получаете действительно хороший кофе в красивом месте, где вы можете им насладиться. Ведь давайте говорить по существу. Мы с вами в большинстве своем оказываемся в подобных местах в свой выходной день, в отпуск, с экскурсией, когда мы пришли погулять, когда мы пришли отдохнуть. А не каждый день ходить, завтракать втридорога. Но в тот же момент, сегодня специально для выпуска, мы заходим в один из ресторанов рядом, сидя, в котором ты наблюдаешь пруд, ты наблюдаешь общую атмосферу патриков. Заказываем, вот я вам ввожу на экран, что кофе двойной американо, один капучино, сок сельдереевый. Далее я себе беру сэндвич с рваной говядиной. В простонародье это тушенка с хлебом. Жена себе берет омлет с лососем. Вот за все это выходит порядка четырех тысяч рублей. Как вам такой завтрак? Нехило. В тот же момент можно уложиться и в тысячу рублей. Но позавтракать на патриках за 150-200 рублей невозможно. Так же, как и в любом другом месте, за исключением какого-нибудь сетевого магазина, где булочка плюс кофе. Но хочу отметить, что заходил специально и в другие места, ранее еще здесь. И можно нарваться на откровенную дурь, когда ты садишься, у тебя шатается стол, обслуживание на отвали. Еда невкусная такая, что хочется взять и просто выбросить в этот пруд, чтобы ее поскорее съели утки, ты ее не увидел. Здесь такое есть тоже. Но зачастую люди сюда приходят насладиться видом, насладиться атмосферой. И вот на эту атмосферу можно пожаловаться, сказать, вы здесь все зажрались, сидите, тратите бешеные деньги за то, что стоят в разы дешевле. Ребята, я вам настоятельно рекомендую всем тем, кто проживает в Москве, всем тем, кто приезжает в Москву, посетить с точки зрения обзорной экскурсии. Походите, возьмите с собой телефоны, не втыкайте в эти бесконечные ролики. Вы подойдите к дому, посмотрите, зайдите, почитайте историю. Это так интересно. И вот тогда вы насладитесь общей атмосферой и уже в конце прогулки присесть в понравившемся вам месте, съесть салат и выпить один напиток не будет бить вам по карману. Но удовольствие, как минимум, вы получите. Вы дворец знаете где? Где дом? Булгакова? Да. Конечно, знаем. Где он дом? Ну, вон там вот за углом прямо, там дом, музей Булгакова, там где квартира его. В арке. Да. Да. Ну, конечно, знаем. Если мы сейчас с вами повернем направо, вот дорожка, проходим до конца, я вам выведу карту, дай его дома, где была та самая нехорошая квартира, рукой подать. Заходим. Подъезд, в котором находится музей Булгакова, нехорошая квартира под номером 50. Булгаков приехал сюда осенью 1921 года и большую часть этого времени, 4 года он здесь прожил. Ранее я посещал музей, здесь их даже два. Нехорошая квартира и такой частный музей, где вам расскажут немного больше. В том числе здесь воссоздана его рабочая комната, его рабочий кабинет, когда он был еще врачом и когда он писал рассказ «Морфий». Безусловно, своеобразная атмосфера, когда заходишь в подъезд, он весь расписан, я так понял, дают возможность делать. Здесь же нарисован тот самый Воланд. А еще здесь есть вот такой житель. Посмотрите, посмотрите, кто это. И естественно, писал он ее где, ну, как вариант, ловил он музу на Патриарших прудах. Друзья, ну просто счастье какое-то. Наталья Ивановна Караваева. Наталья Ивановна, вы здесь проживаете и вы еще очень хорошо знаете историю Москвы, правильно? Я занималась всегда сохранением исторической застройки. И мы делали специально проекты охранных зон, разрабатывали территории памятников. Вот, надо сказать спасибо Лужкову, поскольку он разрешал эту деятельность и ее активизировал. Первые пруды когда-то были козьими болотами. Почему называется Спиридоновка? Тут святой Спиридон пас своих овец. Вот, значит, это был самый большой пруд, но все равно это было болото. На месте этого квартала тоже был маленький пруд заболоченный и на месте того. Потом, после святого Спиридона, эти пруды забрали в Патриаршее ведомство. Поэтому называются Патриаршие пруды. Сейчас я попаду точно в десяточку. Смотрите, вот я кидаю дротик с информацией, задаю вам вопрос. Почему называются Патриаршие пруды, если здесь один пруд? Наверняка у многих из вас возникает ощущение, что где-то здесь еще есть один прудик. Возможно, есть раз, вот где-то там в отборике второй. Ведь по множественным числе написано. И это, на самом деле, очень частый вопрос. По факту ответ на который максимально прост. К концу 19 века эти болота были осушены и начинали застраиваться. Эти болота уже почистились и превратились в пруд. И там тоже то болото, которое было, тоже стало застраиваться. Его чистили, то есть его полностью спускали. И вот эта водичка, покажи, пожалуйста. Знаешь, откуда набрано Патриаршие пруды? Ребята, если вдруг вы не знали, говорят, что вот эта вода привезена с прудов из мытищ. Как вам такое? То есть, пожалуйста, пришел сюда и помыл руки, словно где-то ты в мытищах оказался. Вот этот павильон построил архитектор Хазанов. Он был раньше деревянный. И пока я была маленькая, я тут все время каталась на коньяках. Потом этим павильоном занялся его сын уже, Миша Хазанов, который пристроил к нему вот эти эркера. Вот. И здесь уже стали, уже детской площадки не было. И устроили такую ресторанную функцию преобладала. Вот. Значит, естественно, Патриаршие пруды связаны с Булгаковым. Поскольку Булгаков ходил все время вон в тот доходный дом, не помню его номер. 32. Да. У него друзья там были, и они там развлекались. Все спорят, вокруг Патриарших прудов проходила трамвайная линия. И все думают, что ездили. Это был круг отдыха трамвайных водителей. Потому что трамваи-то ходили по Садовому кольцу. Они выезжали туда и сюда и продолжали ездить по Садовому кольцу. А здесь, значит, действительно был трамвай, с которым связана трагическая история Михаила Булгакова. Здесь как раз начинались действия. Вот примерно на этом перекрестке ранее, согласно исторической справке Москвы, находились трамвайные пути. Тот самый трамвай, который отрезал голову. Вот это вот примерно происходило здесь. Еще интересное наблюдение, что когда я ходил в музей, тот самый музей, где проживал Булгаков, квартира, там рассказывают интересную зарисовку. Вы помните наверняка прекрасно, что он писал рассказ Морфии. Это такие некие записки врача. Ведь он изначально был врачом, получает образование, уезжает проходить, я назову его так, практику реальной жизни в одну из больниц в деревушке. И вот там он начал писать вот эти романы, свои записки. Где, собственно, и подружился с Морфием. Осуждаем, не приветствуем. И поговариваю так, что имея вот эту зависимость, вот эти все вымыслы, которые он увидел, вот эту летающую машину, нечисть, которую он отображал в романе, некоторые считают, что это все было написано под вот этим вот наркотическим дурманом. С чем? Многие историки, естественно, не соглашаются. Если вы им будете озвучивать подобную версию, они, скорее всего, вас, говоря современным языком, захейтят. Но, тем не менее, такая версия существует. Теперь купить еще один знаменитый дом. Он тот очень большой. Этот дом был построен на месте интересной усадьбы. Владельцы этой усадьбы отдали ее еще до революции анонимным алкоголикам. Вот людям из благородных семейств, но которые пили. Вот. И эти анонимные алкоголики жили в этой усадьбе. Это был небольшой домик. А летом они уезжали разводить скот на свою ферму. Потом это место освободили от анонимных алкоголиков, снесли усадьбу. И Сережа Ткаченко, такой архитектор известный, который занимался архитектурой, построил вот этот дом, который называется «Патриарх». Это тот самый дом, который фигурирует в сериале «Беспринципный». Который фигурирует в сериале «Беспринципный». Я его, безусловно, не смотрел. У жены спрашиваю, про что там. Ну, там, короче, есть главный герой Славик, который по сюжету проживает в этом доме. У него есть жена, которую он без конца изменяет. И на основании чего они разводятся, он постоянно пьет и какие-то рассказывает свои истории, которые фигурируют все вокруг вот этих Патриков. Как вам такое? Мне кажется, зарисовочку я сделал такую, что этот сериал сразу заслуживает дикий дизлайк. Но что интересно, что когда строили вот этот дом, здесь поднимали информацию, мол, а где бы нам парковать автомобили? Хм, о, точно. Давайте спустим пруд, и на месте пруда мы сделаем себе парковку. Местные жители поговорят, это дело отстояли. По крайней мере, был такой вброс в интернете, что это обсуждалось с серьезными намерениями. Но, к счастью, пруд остался на месте. Наверху стоят статуи, и эти статуи имеют портретное сходство. Там есть и памятник, и портрет Лужкова, самого Ткаченко. Вот. Я Ткаченко хорошо знаю, потому что я с ним училась на одном курсе в институте. Он был очень хороший архитектор, но года два назад он скончался. Я вам расскажу еще одну очень интересную вещь, связанную с Булгаковым. Поскольку в основном Путриаршие пруды связывают с Булгаковым, Берлиозом и прочими товарищами из этого романа, то здесь собирались, вон в том углу, поскольку я работала в Моспроекте-2, когда занималась исторической застройкой, мы разработали, во-первых, охранную зону Путриарших прудов, но очень активные товарищи хотели там построить двухэтажный термос и сделать там кафе, и расписать его нечистой силой. А в середине пруда поставить трехметрового христа. Двухэтажный термос и сделать там кафе, и расписать его нечистой силой. А в середине пруда поставить трехметрового христа. Но народ взбунтовался, и общественники, и профессионалы были против, и это не реализовалось. Некоторых очень раздражает, что здесь много народу, ночами ездят какие-то заполошенные водители с грохотом, что здесь много народу. Меня это не раздражает. Я к этому спокойно отношусь, и мне нравится, что здесь есть люди, им это интересно. Значит, все-таки есть интерес не только к тому, чтобы посидеть в ресторане и выпить, а к истории собственной страны. А еще можете поделиться, вот очень часто, когда мы говорим про Булгакова и про Патриарши, возникает слово, как раз опрокинули мистика, мистические истории. Про те же самые болота поговаривали в истории, что как будто бы черт копытами натоптал. Вот вы можете какие-то действительные факты прокомментировать, связанные с мистикой? Вообще что-то здесь есть, или все это выдумки? Вы знаете, это зависит от человека, как воспринимающего. Я сюда хожу с удовольствием и считаю, что здесь какое-то энергетически очень интересное место. Понимаете? Ну, я даже не могу вам это никак подтвердить, фактически, но мое личное ощущение такое, что здесь место такое знаковое. Понимаете? Хочу обратить ваше внимание, какая интересная картина произошла. Общение с Натальей Ивановной я начал с весьма лестных слов. Друзья, ну просто счастье какое-то. Наталья Ивановна Караваева. А все почему? Для записи этого выпуска я очень сильно хотел найти кого-то из местных жителей. Пока мы прогуливались по парку, я только и думал об этом. Вот бы встретить тех, кто живет здесь с рождения. И Наталья Ивановна словно явилась ниоткуда. Ну, вы посмотрите. Милая женщина с палочкой прогуливается и идет к нам навстречу. Начав с ней разговаривать до включения камеры, она мне объяснила, что она историк. Это было ровно то, что я хотел найти. И после того, как мы закончили с ней общение, буквально через 10 секунд мы обернулись и не смогли найти ее глазами. Я хотел оставить ей контакт, чтобы она смогла посмотреть этот выпуск. Но мы ее больше не встретили. Короче, вот я поймаю сейчас разбойников. Вот это вот сейчас они мне точно сделают контент. Парни, привет. Для Ютьюба ролик пишем. Помогите нам, пожалуйста. Вот объясните нам. Вы приходите на Патрике, я так понимаю, делать бабосики. Да. Вообще, на чем здесь можно построить бизнес? Вот молодым ребятам на чем можно заработать? Фары протирать. Фары протирать? Да. Ну, смотри, машина проезжает. В принципе, погода хорошая. Наверняка, многие говорят, нахрен не надо. Да, да, да. Сколько денег могут дать? Вообще, минимум, максимум, реально. Сотка. Сто рублей. Нам недавно касали. Тысяча рублей. Да. Они спрашивают вообще, нафига на что копите? Да, да. Спрашивают, да. Я на мамина подарок сразу. Когда говоришь, что мамина подарок или себе на велосипед больше могут дать? Могут. Какие-то есть приемчики, как больше денег можно поднять? Типа просто говорить, ну, типа, более вежливее обращаться и, типа, если что говорить, извините за беспокойство с хорошим вам дня. По поводу цветов, это ты где приобрел и куда несешь? Я, если честно, нарывал. По чем продаж? Не знаю. Ну, по крайней мере, будешь приобретать полторы. Ну, если мы еще собирать, большой, огромный, да. Большой. Слушай, и кому вы, то есть, смотри, сидят дядьки, отдыхают с девушками, да? Вы им подойдете, предложите. Да, ну, ко всем, кому можно. Еще мы иногда подходим к людям, говорим, может, давайте в Суэфана 200 рублей сыграем. А если ты проиграешь? Мы редко, во-первых, проигрываем. Если проигрываем, нам в основном говорят, ладно, нет, давайте. Ну, было, один раз забрали. Слушай, а еще такая тема. Обратил внимание, что многие молодежь тоже фотографируют тачки с номерами красивыми. В этом-то в чем привлекательность? Просто красиво? Да, просто, типа, просто фоткаемся и все. У меня есть фотки с Райсом Асхаба. А, Томаев, который, да, здесь приезжал? Да, Суба. У меня много кого. Вы вообще сами, что, школа? Какой класс? Седьмой. Седьмой? Седьмой. Ну, вот в целом, такую выжимку какую-то, сколько можно за один день хороший такой, честный, заработать на человека или на компанию? Нет, если стоять там семь часов, то можно на человека. Но мы вдвоем с ним работаем, а они тоже там. Они по отдельности от нас работают. Родители не осуждают, не говорят, вот там котик где-то. Нет, я не говорю своим родителям. Не говори? Я тоже не говорю, я же маме покажи, как у нее скажут пыры. Ну, ты реально прям маме купишь? Да. Молодцы. Ну, в целом... Ну, куда? Кибайк. А, ну, мне уж послышалось, я на Дубай, я думаю, фига себе, пацаны тут заряжены. Ну, так вы между собой-то дружно, ну, не спорите, не гоняете, то есть, ну, каждый, кто заработает, то заработает. Просто меняемся там светофорами. Мы просто договоримся, ни у кого машины не отбирать и все. Я понял. Ну, ладно, что, красавчики, молодцы, это лучше, да? Зарабатываете деньги, чем ходить, это ни хрена не делать, штаны протирать. Давайте, удачи вам, спасибо за интервью. А мы к вам. Можно вас спросить? Вот вы фотограф же, получается, профессиональный. А что вы фотографируете здесь? Людей. Вот можете поделиться? Мы слышали такую историю, что здесь, в принципе, можно фотографировать, тут же скидывать фотографии и их продать. Это правда? Ну, есть такая возможность. И вообще, в целом, вы этим, ну, как? Ну, не такие деньги. То есть, да? Частный, наверное, вопрос про деньги, потому что нам один человек рассказал, что якобы можно три минуты пофоткать людей, скидываешь им через Wi-Fi фотки 500-1500 за такой фотосет. Ну, это в зависимости, если людей можно на стоке закружать. А вы что делать? Вы людям продаете или вот на стоке закидываете? А, чисто для себя? Да. Ранее я прогуливая здесь спрашивал у одной девушки молодой, которая ходила, фотографировала, как это вообще работает. То есть, обычно, здесь много людей с камерами бегает, тебя фотографируют, и тебе тут же подходят и говорят, давай мы тебе продадим фотографию. Тратят на фотосессию примерно 3-5 минут. Это с ее слов. После чего тебе могут отправить примерно 10-20 или 30 фотографий, сам уже выбирай, потому что они скидывают их по Wi-Fi тебе в моменте. При этом говорят, оплати ровно столько, сколько посчитаешь нужным. Я говорю, ну, я дам тебе 100 рублей. Она засмеялась, 100 рублей, это не разговор. От 500 рублей дают до полутора, а то и двух тысяч рублей. То есть, вот фотосессия на 5-10 минут может обойтись вам в полторы тысячи рублей. Многие профессиональные фотографы отмечают так, что фотосессия за 3-5 минут это хрень полная. Тебе вот, кал там нафотографировали, быстро отдали, а ты уже там разберешься, выберешь сам. Но смысл заключается в том, что они, многие отмечают, что это для них полноценная работа, они этим неплохо, в принципе-то, и зарабатывают. Одного, второго, третьего, а туристов, как вы видите, полно. Если вы думаете, что все те люди, которые нас окружают, это местные жители, ну, понятное дело, вы ошибаетесь. Кому сейчас не подойдешь, наверняка здесь очень много людей, приехавших из регионов погулять, почему нет. Ну, и в том числе те же самые жители Москвы, Московской области, которые приезжают сюда именно как на прогулку. Когда они еще были пионерскими прудами, поэтому... Ну, сдадите интервью, две минуты. А сейчас это превратился в вертеп. Ну, вот можно? Нет? Ну, зачем это? Кому это нужно? Ну, молодежи, вот вы... Когда сюда выходишь, никого не увидишь, был абсолютно пустой пруд. Особенно по субботным, воскресеньям, весь район был пустой. Ясно, да? А сейчас превратили в такой... Вот вас не напрягает та история, что постоянно под окнами проезжают вот машины-то эти громкие. Естественно, собственно говоря, но это как делать развязку грамотно, это один вопрос. А второй вопрос, ну, просто здесь сейчас превратили, но непонятно на что. Поэтому... Ну, ладно, у вас там телефон без конца звонит. Вот так вот, ребята, это целая еще история. Попробуйте у кого-то из местных жителей взять интервью, потому что примерно так всегда это все и происходит. Почему-то до того, как включается камера, все готовы что-либо тебе сказать, но когда говоришь, что никакой политики, никаких острых вопросов, просто о жизни поговорить, да зачем, да кому это нужно. История людям, ну, поделитесь наблюдениями, классно, не классно здесь жить. Не более того, вот именно этот двор, продолжу, он реально тихий. Вот когда сюда заходишь, даже когда там постоянно кто-то едет, шумит, вот здесь прям тишина, спокойствие. И вот покажи с этой стороны. Спокойно, в тот же момент вот автомобиль, ну, автомобиль это отдельная история, мы про них даже сделаем зарисовку, по цене квартиры где-нибудь в районе Царицыно, ну, сколько, 15, 20, 30 миллионов сейчас подобные вот эти вот белые гелендвагены стоят, в зависимости от комплектации. Для многих людей слово Патрики ассоциируется с чем-то богатым, беспечным, беззаботным. И здесь есть такие свои атрибуты, которые это словно подчеркивают. Вот подойди, пожалуйста, поближе и покажи нам вот эту часть, где висит шкура медведя. Ну, как вам такое, да? Ну, согласитесь, здесь она играет какими-то прям другими красками. Это интересно. Мы еще стараемся снимать так, чтобы машину пропустить, чтобы убрать этот шум. Хотя по-другому бы неплохо снимать это все как есть, чтобы вы прочувствовали эту атмосферу, потому что постоянно ходят люди, все гуляют, а здесь люди живут. Вот этот вот дом, последующий, это дом рабочего кооператива, работник, ленторг. То есть когда-то здесь людям давали квартиру. Он также был построен потом в тысяча, там, плюс-минус в девятьсот шестнадцатом году, потом была достройка, дом сделали повыше. И вот что здесь интересно? Вот по сегодняшним меркам, согласитесь, ну, в любом случае есть какой-то уют, потому что дома невысокие по сегодняшним меркам, они шесть этажей. Ну вот есть, точнее была такая замечательная писательница стихотворения Цветаева, и у нее есть один из стихов, где она упоминает, что ранее на этих местах были двухэтажные дома, а потом выросли страшные, угрюмые шестиэтажки. То есть вдумайтесь, еще там сто, там, сто двадцать лет назад, когда все это начало расти, у людей это вызывало недоумение, мол, куда такие дома? Два этажа норм, а вот шесть, это уже много. Представьте глаза их, если бы они увидели дома бизнес-класса в пятьдесят этажей. Как вам такое? Вот это вот тоже, мне кажется, интересным. Два подъезда, по пятнадцать квартир в каждом подъезде. Ну, как вам такое? Ну, понимаете, здесь вот везде есть такие свои изюминки, как я их называю. Как тебе такая ручка? Патрики, дорогущее жилье, а вход в подъезд осуществляется через такую вот тряпочку. Прикол. Веревочку, конечно, правильно сказать. В тот же момент, вот сколько интересно этому термометру лет. И показывает он, в принципе, правильную температуру, двадцать восемь градусов, и у нас так и есть, в принципе, двадцать восемь градусов. На ваших экранах, уже, можно сказать, по современным меркам, вчерашнее строение, бизнес-класс, самый настоящий. Ну, посмотри, вот он тебе, дом, двенадцать этажей, одноподъездный, в котором всего пятьдесят шесть квартир. Ты вдумайся, двенадцать этажей, пятьдесят шесть квартир. Ну, это шикарно. А сегодня что строят? Вспоминаете? Поэтому зачастую можно хейтить, говорить, да как можно жить в центре, это так хреново, это так плохо. Но если походить, погулять, изучить его детальнее, этот центр, какие дворики бывают, да, вы уже видели на контрасте, что тут буквально пять минут ходьбы, и что нас встречают здесь. Именно об этом я и хочу сказать в этом выпуске, что каждый квадратный метр на патриках, а точнее на патриарших прудах, это история. И надеюсь, после просмотра этого выпуска теперь у вас в голове будут возникать совсем другие ассоциации про патриаршие пруды. Ну, посмотрите, сколько здесь всего интересного. Вот прямо сейчас ловите еще одну интересную зарисовочку. Роллс-ройсы, гелендвагены, оно прямо уже вот здесь. Серьезно говорю, трех-четырех дней хватило здесь погулять для того, чтобы этого всего насмотреться так, что просто приедается, ты идешь, уже не видишь их. Хотя машины красивые, машины интересные, я сам автолюбитель, они мне нравятся. Вот она, история. Какой дом здесь не потрогать, на каждом из них висят мемориальные таблички. В этом же доме жил советский ученый, здесь жил инженер, здесь жил известный композитор, архитектор, генерал. А они там, да? А? Они где-то едут, что ли? Где-то, да, вон там лежат. А что у нас свадьба, у нас денег и пирогов, а вы без кошелька. А где же свадьба, где жених? А где вы? Абсолютно нормальное явление, как бы, знаете, встретить можно любых людей. Ну, есть люди, которые спились, они гуляют, у них уже там своя волна. Можно встретить очень много, знаете, так разодетых, модных людей, моду которых не каждый понимает. Действительно, много есть творческих людей, потому что место такое, куда хочется прийти, что-либо творить. Это было из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие. Поэтому, все равно, знаете, вот эта так называемая энергетика, какая-то творческая энергетика, здесь присутствует. То есть, на каждом пятачке есть что рассказать. Так, за моей спиной тот же самый парк, где расположен бронзовый памятник Ивану Андреевичу Крылову. Тот самый писатель, который писал различные басни «Ворона и сыр» и по этим самым басням. И хочется спросить вас, как вы думаете, почему он здесь расположен? Наверняка, у вас может пойти ассоциативный ряд, что, видимо, где-то он здесь поблизости жил. И я бы мог бы сделать вот такой вброс, давайте с вами поменяемся, что проживал Иван Андреевич Крылов. Вот в этом доме на втором этаже. Здесь выходили окна, сидя на балконе, которых он писал свои басни, все было замечательно. Да, но нет. Это абсолютная неправда. Памятник здесь появился в 1976 году и появился здесь абсолютно спонтанно, без объяснения какой-либо версии, почему именно он здесь. Потому что сам по себе Крылов вообще проживал в Питере. И на сегодняшний день, и на тот момент никто не может это объяснение. А почему Крылов? И вот у людей, у многих возникают споры. Те, кто приезжают сюда, вот эти толпы туристов с точки зрения посмотреть, что здесь происходит, послушать историю, первые вопросы, почему Крылов есть, а Булгакова нет. И ответ прост. Ни почему, никто не может на него ответить. Так получилось. А вообще есть интересный вброс. Ведь героям романа «Мастер и Маргарита» здесь должно быть порядка внимания. 12 памятников. Но поговаривают, что местные жители всячески противятся установке их и пытаются всячески это оттягивать. Одна из версий, что и так народа полно. А если вы еще и памятники подоставите, их еще больше будет. Их это людей. Не надо. Давайте где-нибудь в другом месте. А мы с вами тем временем перемещаемся на точку, откуда начался наш выпуск. Вот покажи, пожалуйста, им вот этот перекресток, который можно действительно назвать легендарным. Вот здесь как раз и пересекается все. История и современность. Это ровно то самое место, где вы чаще всего видите бесконечные рилсы, фотографии с отметкой Патриарших прудов. Ровно здесь снимаются различные интервью, шоу, пранки, приколы. В том числе сюда же приходят люди для того, чтобы снимать исключительно дорогие автомобили без каких-либо комментариев. Красивый номер, интересный тюнинг, необычный цвет. Это все здесь. Улица с односторонним движением. Роллс-Ройс, которым здесь никого не удивить. Бентли и прочие дорогие автомобили здесь это уже воспринимается как должное. Сюда приходит огромное количество молодых ребят, которые приходят просто посмотреть. Ведь машины приезжают действительно необычные, удивительные. Много людей, автолюбителей, которые просто любят автомобили. Здесь можно посмотреть с точки зрения как негатива, с точки зрения так и позитива. Длина ее буквально, не знаю, километр максимум. Соответственно, слева-справа те же самые дома, на первых этажах которых находятся коммерческие помещения, рестораны, народ сидит, отдыхает, наслаждается. И вот это приковывает сюда людей для того, чтобы пройтись, прочувствовать эту атмосферу. И вот здесь как раз, ребята, самый главный вопрос возникает. Для чего вы сюда поедете? Одни люди это бесконечно хейтят, ведь патрики это все вот эти гламурные, с чаями за тысячу рублей они ходят. С другой стороны, а почему бы и нет? Вот напишите интересный ваш комментарий, развернутый, как вы отнесетесь к этому месту? Ведь сюда можно прийти за историей, окунуться, некоторые детали, которым сто и более лет. Но почему нет? Множество театров, музеев, памятников. Можно почитать историю, а можно в том числе насладиться красивой картинкой. Девчонки приходят для чего? Девчонкам нравится красиво. Посидеть, отдохнуть, сфотографироваться, таковы реалии. Друзья, выпуск подходит к концу. Я надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. А еще я надеюсь, что вам действительно было интересно провести эти 50 минут со мной. что выпуск оставил в себе какую-то недосказанность, какую-то таинственность. И вам захотелось посмотреть вторую часть, третью. Пишите обязательно в комментариях, о чем бы вы хотели бы услышать. Если вам понравился этот выпуск, я буду премного благодарен вашему лайку, комментарию, подписке на канал и репосту этого видеоролика. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok